Но я же за вас. За БНБ. И что у тебя значит БНБ? Безмерно наглая баба! Уст, мама. Откуда ты здесь? Ты включил эту хрень у меня в глазу. Разве? Как это благородно! Видно, ты здорово меня любишь. Нет, мне просто нужен парад в мою честь. Не отбирайся, Кэлли. Ты меня любишь. Я хочу парад. Нет, это любовь. Парад! Любовь! Парад! В день Кэлли Робинсона! Беги! Я уже начал жалеть. Скорее! Давай, прикрой меня! Давай! Ты зараза! Кэлли Робинсона! Не стреляй, не надо! Это что за хреб? Это Карлос. Видно, маг послал его нам на подмогу. Эй, да он супершпион. Он шпион такой же, как и я, а не супершпион. Он не такой, как ты. У него крутой прикид и парашют, а мы на шарах болтались. Гандарс, вели своим людям опустить пушки. Смехнулись на этой фразе. Делайте им. Алекс, код, пока мы не взорвались. Я как раз и собирался это сделать, Карлос. Без тебя все шло отлично. Мистер Зутем, полагаю. Карлос, берегись. Рэйчел, двойной агент. Да, я знаю, Алекс. Ты тоже. Выходит, ты у нас злодейка? Эх, 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 погоди. Знаешь, Алекс, этот мужик, этот Джеймс Бонд с ней заодно. Не сейчас, Келли. Чувак, я чувствую вибрации. Этот тип паскуда. Я нутром чую. Келли, я сказал не сейчас. Дай сообразить. Откуда он знает, что Рэйчел злодейка? Келли, у меня 45 секунд, чтобы вычислить очень сложный логарифмический код, иначе мы все погибнем. Занимайся рекламой своих духов, а шпионаж лучше предоставь мне. Ты зря это сказал ему? Эй, Зора, это не духи, понял? Это одеколон. Нет, Келли, нет! Давай, давай. Код недействительный. Ну? 18, 17, 16, 13, 13, 11, 9, 8, выполнение программы прервано. Так, 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 нет, не так, не так, не так! Эй, 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 не смей, оставь эту хрень, положи оружие, клади живо! Положила, так? Ну, я же за вас, за БНБ. И что у тебя значит БНБ? Безмерно наглая баба! Я так сделала, чтобы Карлос не заграбастал этот компьютер. Считайся, я поверю, а? За кого ты меня держишь? Слышал, как она отпирается? Она изображает паиньку? Это очень интересно, надо бы послушать. Алекс, мы давно заподозрили Карлоса в предательстве. Мы с Маком решили спровоцировать и уличить его. Они сказали мне? Алекс, ты же знаешь наши правила? Доступ к информации по мере необходимости. Вдобавок, Мак не хотел, чтобы ты начал защищать меня. Ведь Карлос только этого и ждал. Он же нам завидует. Разве? Если бы он знал о наших... О, притормози-ка, нечего к нему подкрадываться. У сучки длинные ноги, она тебя лягнет. Он знал, что я хочу работать с тобой. Хочешь работать со мной? Да. Что, сидеть в засаде? Алекс, ты же знаешь моё отношение. О, это враньё. У меня голова кружится, я уж и не знаю. Конечно, я отношусь к тебе... Твоя голова кружится от потери крови. Ведь эта сучка пырнула тебя ножом. Ты что вообще? Келли, я могла сделать его инвалидом при желании. А ведь нога отлично тебя слушается, так? Вроде с ней всё в порядке. Ну и ну. Я не представлял. Карлос нам завидует. Ладно, я больше не могу слушать эту хрень. Да что с тобой? Ты у нас ослеп? У тебя жопная слепота. Бывает снежная. Но у тебя это не от снега, а от женской задницы. Нет. Она говорит правду. Ты знаешь, Келли, в мире шпионажа бывают агенты и двойные агенты, а иногда ещё и псевдодвойные агенты. Здесь это как бы в порядке вещей. И ты хоть друга нашёл в порядке вещей? Да. Обычное дело. Алекс, берегись! Все, не смейся, я слежу. Алекс, ты идиот! Я за вас! Эй, меня хватит! Что? Фу, вся голова в этом мерзком геле. Он наехал на меня как трактор. Не схвати ты его за хвост, он бы убил меня. Ну, словно бы какой-то дьявол. А где Рэйчел? Так, где Рэйчел, а? Слиняла. Я сказал, она злодейка. А, если ты это знал, что же ты её не стерёк? Ты сказал, она из наших. Зачем же меня слушать? Я истекаю кровью, меня ранили, я вреду, ты же сам сказал. У меня жопная слепота. Теперь ты запел другое. Я слеплён в заднице. Ясно, теперь ты у нас слепой, а только что... И вы, дураки, дали Рэйчелу сбежать с компьютером Гандерса? В нём же доступ к его номерным счетам. Он стоит миллиарды долларов. Макс знал, что ты провалишь дело, Алекс, поэтому и послал нам... Супернись! Стоит миллиарды долларов, ты его слышал? Он ведь у нас предатель? Да, он, ну... Я не знаю, все крутят, верьте, туда-сюда, я уже запутался. Всё тонет во мраке. Ты сказал, крутить это с порядки вещей. Сказал, а теперь всё покрыто мраком. Сейчас тут нет девушки, а значит, наступил мрак, да? Ну да, как же, ясно. Ну вот что, наш он или не наш, а я его свяжу. Будем ввязать всех, это новое правило, пока всё не выясним. Кончай дёргаться. Вот же листовой жук. Мы взялись его найти и нашли. Наш самолёт. Наш самолёт, мы герои. Ты прав, летим домой. Лихо. Эй, хочешь покажу прикол? Какой? Блин, это супер улётная шпионская хрень. Дай попробовать. Ну-ка, куда нажимать? Вот, на кнопку. Ясно? Не видно. Такой хрень бы на моей машине станет чисто в гараже. Видно? Не видно. Не посади батарейки. Ну погоди, дай оттянуться. Нет, нет, конечно, но Кэлли это быстро приедается. Ты вообще меня обломал. Дай ему сюда. Эй, чувак, ну что ты весь кайф ломаешь? Ой, ну что ты мне всё портишь? Нельзя поиграть, что ли? Ты сломал. Я сломал его? Ещё чего. Ты сам выбил его у меня из рук, а теперь я его сломал. Ты доволен? И как я это объясню? Вот вам самолёта пульт поломался. Считаешь, они расстроятся из-за пульта? Да тут трупы по всей крыше. Кто же про него вспомнит? Да брось ты. Да, ты прав. Мы герои. И в честь меня будет парад. Возможно. Какое возможно? За это уж точно будет. Ладно, ты назад, а я запущу двигатель. Видел? Поэтому он выкидной нож. Ну как, готов к великому полёту? Вопрос. Гляди. Вперёд! Пустячная проблемка. Не волнуйся. Внимание, неисправность форсунки. Ей! Эй! Субтитры создавал DimaTorzok